Всем доброго времени суток, с вами канал Человеческий Организм. Сегодня мы поговорим об истории денежного дерева. Но перед началом ролика хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё если видео будет полезным, прошу поделиться роликом в социальных сетях. Денежное дерево. Любимец цитоводов и ценителей прекрасного. Оно является элегантным украшением интерьера и притягивает в дом финансовое благополучие, если выращивать растение из маленького росточка и относиться к нему с искренней любовью. Многие считают этот цветок священным, потому что он приносит счастье его обладателям, символизирует достаток и благополучие. История толстянки. Красула имеет множество названий. Её называют толстянкой, денежным деревом или обезьянем. Деревом любви или счастья. Относится растение к семейству Толстянковы и роду Красула, что насчитывает порядка 300 видов денежных деревьев. Родина Красулы. Декоративно-лиственное растение родом из Африки. Засушливых тропиков юга и юга-запада, Мадагаскара и Южной Аравии. Поэтому при выборе места для цветка выбирайте наиболее тёплую и солнечную сторону квартиры. Почему толстянку называют денежным деревом? Денежное дерево – это название определённых видов Красулы, у которых круглые листья, имеющие форму монет. Понятие это возникло в связи с легендой о солнечном древе, которая гласит, что можно очутиться в раю, если в земной жизни проявлять щедрость. Первыми названия ввели в употребление китайцы времён империи Хань. Свидетельством служит раскопная гробница императора этой династии, украшённая бронзовой и военцовой толстянкой. На этом закончим короткий ролик. На канале есть видео о пользе денежного дерева. Ссылку оставлю в описании ролика. Если видео было полезным, прошу поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё будет круто, если поделитесь роликом в социальных сетях. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!